здравствуйте заранее скажу что данный ролик изначально не должен был выходить по разным причинам и но самая главная причина заключается в том что игра выбранная для ролика выбранная совершенно ошибочно ибо она такой калищ прежде чем мы начнем я хотел бы сказать мне искренне жаль жаль ибо я абсолютно без понятия чем руководствовался при выборе игры для ролика данный ролик будет про игру про которую возможно ничего говорить и не стоило вы бы ничего не потеряли если бы так и не узнали о существовании данной игры однако что-то мне подсказывает что именно с этого ролика начнется загадочная полоса невиданной нам шизы и даже самые стойкие из вас скорее всего в конце закроют данный ролик встанут и скажут но то чего у них данные речи лица не будут так это от замечательного убер-супер-дупер-бега сервиса купи-кот скоро начнется распродажа в steam а значит самое время к данному событию подготовиться дабы затариться на год вперед но вы спросите бабушка как же мы это сделаем если стимовский кошелек фиг пополнишь наши времена а без проблем скажу я вам поможет в этом купи-кот купи-кот это не просто сервис а целая игровая экосистема где можно пополнить стимовский кошелек с минимальной комиссии в итоге наталить себе игор стиме каких пожелаешь а если что-то недоступно тем более шагай на купи-кот там есть целый раздел игр который не купишь в рф так а что же делать бэпс как чего куда тыкать подробная и наглядная инструкция вводи логин вводи промокод бэпс и оплачивай сервис не запрашивает никаких паролей и других данных поэтому здесь все чики-пуки причем по моему промокоду комиссия на пополнение снижается на два процента и дает скидку 10 процентов на покупку игр гифтом а еще для зарегистрированных пользователей действует кэшбэк на каждое пополнение и покупку с помощью купи-кота также можно пополнять казахстанские аккаунты стим и аккаунты других регионов с максимальной выгодой сервис купи-кот с максимальной выгоды талься и более не парься завтра стартует новогодний конкурс классными призами загляни обязательно 2007 год в моем городе имеется торговый центр юго-западный именно 2007 году в тамошнем книжном магазине я увидел стенд с видеоиграми взгляд мой упал на игру шорох а точнее на ее дополнение которое не пошло у ибо нужна была оригинальная игра в шорох я так и не поиграл благо мне позволили совершить обмен я выбрал имевшуюся на тот момент магазине игру тайну да винчи почему-то я был уверен что эта игра была сделана по мотивам фильма код да винчи но нет я расстроился но еще больше я расстроился другого эта игра была квестом но квестом далеко отличавшимся от петьки и того же грим фанданга нет это был квест где наш персонаж перемещается между статическими сценами путем кликанье мышки и что-то делает нет не подумайте что я был восхищен я скорее подумал ну и отстой почему я не могу ходить на стрелочки по комнатам фу однако я поиграл чуть дольше и о чудо игра оказалась абсолютно потрясающий и волшебный приятные визуалы интересные головоломки приятная уху атмосферная музыка и сюжет который на тот момент мне показался интригующим это была одна из немногих игр которые я прошел полностью и это конечно классно и интересно но самое важное в этом то что игра принадлежит к типажу приключенческие укажи и кликни игра от первого лица с переходом между панорамными сценами или же как я их проще называю панорамные квесты и тут вы спросите ого неужели данный ролик будет просто любопытную игру из твоего детства увы но данный ролик не про эту игру microid или как я их называю микроид весьма любопытная французская игровая студия издатель которая представляет из себя солянку из поглощенных микроидами многих более мелких компаний связанных с видеоигровой индустрии во франции вы об этой компании скорее всего не знаете но зато прекрасно знаете о созданных или же выпущенных ими игр в 1999 году из под пера данной студии вышла игра амерзон являющийся самой первой игрой во вселенной сибири да зулин конечно молодец что сделал ролики по сибири но вот про тот же амерзон он не делал а потому блин может быть увы данный ролик не про эту игру в 2002 году микроиды выпустили известную в небольших кругах военную стратегию война и мир 1796 1815 некоторыми людьми данная игра до сих пор считается одной из лучших на тему войны того времени игра настолько забытая что про нее буквально я смог нарыть лишь один французский летсплей обожаю обожаю конечно такого рода игры было бы интересно изучить правда увы но данный ролик не про эту игру 2003 году от все той же компании вышла достаточно интересная игра постмортом давшая начало культовой серии игр стил лайф помнится в юности я постоянно видел с данной игрой джевела в магазине пиратских дисков увы но данный ролик не про эту игру ничего микроиды выпустили много игр созданные ребятами другими но вы поняли и тут вы спросите если данный ролик не про вышеперечисленные игры то про что неужели ты нашел нечто интереснее дамы и господа прошу любить и жаловать дракула воскрешение на фоне успеха панорамного квеста амерзона микроидам было решено ковать железо пока горячо а потому на том же движке феникс вар микроиды решили сварганить еще игр взгляд упал на вселенную дракулы брэма стокера правда лично было делать не адаптацию а продолжение ибо адаптацию было бы делать затратно так как оригинальная история достаточно комплексная по итогу игра вышла не продолжением а игрой по мотивам что-то на уровне ситуации связанной с тенью комет и а к слову и студию разработки изучать то еще дело игру делала некая студия индекс плюс про которую я вообще никогда не слышал мало того мне пришлось постараться чтобы накопать чем они вообще занимались до дракулы ибо тот же французский игровой журнал generation quarter про разработку дракулы писали что мол данная игра отличается от привычного стиля индекс плюс я покопал узнал что предыдущие игры индекс плюс это операция плюшевый мишка какая-то игра про футбик музей да это даже не игра какие-то около образовательные программы а еще они издали игру про камасутру что единственная более-менее адекватная игра называется викинги но она внешне выглядит даже еще более трешово чем тот же урожайск стоп что происходит куда я вообще лезу индекс плюс разрабатывали дракулу за компанию с микроидами некоторыми другими французскими компаниями которые в основном занимались оказанием интернет услуг но у них были свои игровые подразделения в любом случае это не особо важно и потом микроиды поглотили всех кто так или иначе был причастен к разработке самое главное на что я хочу обратить внимание в этой истории это то с какой серьезностью люди подошли к разработке игры буквально занимались не визионеры аля кодзима или сэмлейк нет игрой занимались муниципальные программисты и высокоинтеллектуальные преподаватели все это мы кстати узнаем из интервью все тому же журналу дженерейшн квадро с их слов все было так поскольку индексы до этого разрабатывали познавательные игры то и дракула должна была стать игрой не просто интересной но и познавательной этаким музеем в тот самый исторический период а потому прежде всего разработчики начали изучать не просто книгу према стокера но и реальную историю влада цепеша в игроне также намешали всякие суеверия страшные байки вдобавок настроячили эстетики из фильма про дракула с гарри олбаном и чутка приколов из классического фильма но и это не все в игре были персонажи для каждого персонажа они написали психологические портреты а еще влили много труда в анимацию и 3d моделирование ну и в конце концов все это было обмазано феноменальный на тот момент технологии движка феникс вар на котором была сделана а мир зона по итогу да и груда делали выпустили на пк в 1999 году и даже на ps1 в году 2000 нам и она заимела коммерческий успех ожидалось что игра продастся тиражом в 50 тысяч но за один только первый год копе была реализована более 200 тысяч вау судя по всей этой информации нас ожидает нечто весьма интересное ведь да да устраивайтесь поудобнее дамы и господа мы начинаем запускаем игру и видим заставку которая показывает нам как в оригинале был уничтожен дракула главные герои его попустили и на этом должен был быть конец но по мнению разрабов далеко не конец к слову у игры имеется русская озвучка но она слишком пососная после недель борьбы с монстром мы наконец-то нашли способ уничтожить дракуу но это дорого нам обошлось ты на ушко скажи многие почему-то называют качественно и даже слышу и говорят о ностальгия но по моему мнению это какой-то вравеушный кал причем настолько что даже я бы озвучил лучше после недели борьбы с дракулы мы все-таки победили это чудовище но какой ценой сейчас приноравлюсь и буду аниме озвучивать будете потом смотреть какую черную библию или чувствительно порнографа и слышать знакомую картавость ребята не уверены что убили дракулу окончательно к тому же ранний граф укусил пассию главного героя мин ныне укус исчез но надолго ли никто этого не знает а мы знаем ибо после предыстории мы заводим сюжет на полную катушку главного героя зовут джонатан харкер и он по сути тот еще терпила фильме дракула увел его бобищу мину напоил свои крови и делал с ней всякое ну вот вроде по дракула исчез снова можно няшить мину под пледиком а нет ибо вампир вернулся раз вернулся вампир то и мина снова начала сохнуть под джинчурику ныне воскрешенного уже в письме мина поставила джонатана перед фактом дракула жив он снова меня зовет к себе в замок а я веришь нет ничего с этим поделать не могу за мной не иди твое присутствие сделать все только хуже твоя более нелюбимая мина мы играем за терпилу кукол 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 никса однако джонатан харкер парень непростой а потому идет на принцип он пишет своему товарищу об этом и просит пошерстить полезную информацию по данному поводу ибо возможно понадобятся новые союзники для борьбы с чудищем а сам же он отправляется в трансильванию на поиски мины 1 и тут я как бы не понимаю типа он спасет мину из дракула не встретиться просто очевидно же что дракула начистит этому смельчаку рыл а потом его сделает бимбо принцесской однако эти мысли сходом игры у меня быстро отпали так как джонатан оказался личностью весьма неординарной я обидел вас своим невежеством граф мы оказываемся в боргу данное место находится недалеко от замка дракула куда наш герой и будет сейчас искать путь начнем с того что вот она игра мы наблюдаем статичную картинку и курсор который меняется в зависимости от того на что указывает картинки к слову статичны абсолютно даже никаких анимаций шевеления листва или тип того однако нынешний звук совсем другое дело честно говоря именно звук и накидывает большую часть атмосферы реально создаются впечатление что я нахожусь где-то в заднице мира о чем вообще мина думала когда ходила тут одна ах страшно ах тошно ах боязно мне что в трансильванских пердищах мне дадут попиз... ну да ладно наш герой заходит в местную корчу и тут мы видим катсцену которая на удивление сделана очень даже качественно два местных бугая один из которых судя по глазам хамелеон не очень хорошо настроены гг... правильно режь ты же рептилии еще отрастут а тут у однобровика внезапно выросли усы ой а лицо-то какое будто посрал и не смыл и тут конкретно игрок а в частности я должен почувствовать дискомфорт должен почувствовать опасность будто он находится совершенно чужом для него месте но наблюдая данных колхозников я лишь испытываю легкий такой ггг... несмотря на такой душный прием трактирщица оказывается дружелюбная а потом он она говорит добро пожаловать странник добро пожаловать мою скромную корчбу надеюсь эти два бугая не поранили тебя что такое на них дошло впрочем забей дама оказывается действительно очень дружелюбной судя по всему зла не таит а потому мы спокойно устраиваемся тут и думаем чё делать дальше благо наш джонатан не пьет а то я уверен что трактирщица пришлось наблюдать весьма печальную картину я этого обоссанного дракула просто уничтожу поскольку это квест у нас есть три важных элемента благодаря которым мы можем двигаться дальше окружающий мир инвентарь и персонажи с которыми мы можем взаимодействовать первую очередь скажу за персонажи в данной игре у нас порой имеются разные варианты диалогов и диалоги даже анимированы но вот вне диалогов а точнее когда мы выбираем что сказать персонажи статичные и это конечно забавно тури ту тури ту тури 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 здравствуйте трактирщица а можно ли мне пожалуйста тарелочку гуляша о я так овоща теребать я заварю ой пармезана натру туда ооо да это особенность данного движка вне катсцен все статично и как бы я не хочу жаловаться потому что все таки это такие были времена просто я искренне надеюсь что но в будущем то ситуация станет лучше но ведь станет же лучше в следующих частях да джонатан начинает свое расследование для начала просит бабку подсказать как добраться до замка а также отвечает ты чё дурак сыночек во первых ща ночь на дороге опасно а во ради всего святого наложи себе гуляша сядь за стол и жри пока из попа не полезет герой такой вариант не устраивает а потом он начинает изучать мир тыкаемся по шкафам щелкаем по свечкам лутаем подзорную трубу и просто пытаемся сделать хоть что-нибудь даже если это нелогично ну то есть джонатан занимается типичными квестовыми делами с типичным лицом героя квеста тури ту тури 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 а я ищу дракулу я тяпаю ему пищу и сделаю из него чайный гриб за неимением информации джонатан обращается к местному алкашу тот же отговаривает пацана и вообще предлагает вместе сесть додуть синьку до утра но видя что чел настойчивый тот говорит мол рядом мост имеется через него точно к замку попадешь новый на мосту стоит очень агрессивный местный а ну свали и не возвращайся у меня в деревне здесь такой же чудак жил только его лексикон был немного иной и он еще вместо среднего пальца все время показывал вот так а вообще подождите минуточку а я же эту рожу уже видел в игре до этого черт чурбан и те двое из таверны были в катсцене в начале игры когда они везли дракулу но ведь чела в шапке так-то убили от оооо халтура и вот она наконец-то случается квест момент игра ставит перед нами преграду и предлагает ее решить что я делаю в данном случае правильно снова хожу туда-сюда пытаясь что-нибудь лутать что-то на что-то использовать и просто наводить шухеру и чтобы вы думали я совершенно неожиданно сделал то что не совсем нужно и я хочу это подчеркнуть сделал это без гайдов я везде ходил пошел какому-то кресту с распятой птицей курочка гриль по-голгофски и я нашел рядом пращу затем пошел на кладбище подобрал там кирку и почему-то интереса ради использовал на могилу с забавными огоньками а тут мы нашли некий чудо артефакт в виде дракоши который кушать себя за попу я конечно надеюсь что внутри игры эти огоньки реально существуют и джонатан их увидел ибо со стороны это выглядит как так будто наш чудик просто смех и ради помародерил сейчас я буду расхищать трансильванские могилы а потом украду ту распятую птичку на фарш мачу и сэм чили вообще для квестов это достаточно типичная ситуация когда ты находишь и решаешь какие-то загадки которые по идее тебе разгадывать еще рано но я очень даже рад что дракула как раз таки одна из этих самых игр ибо ибо бывают абсолютно ублюдочные моменты когда игра просто делает тебе недоступными некликабельными предметы которые тебе в итоге в дальнейшем понадобятся и пока ты условно говоря какую-то головоломку не решишь висящие ключики на стенке тебе будут недоступны и вот эта практика она абсолютно негодяйская а потому данная игра получает от меня плюсик на держи справедливости ради скажу что очень много подсказок можно получить от местных ибо ту или иную нашу находку ребята из таверны комментируют дед допустим говорит про пращу это с помощью неё на птиц охотиться удобно а то что на кресте было птицы распята так это те чурбаны бугаи таким образом дьяволу а точнее дракуле жертвоприношение делают да ну большего от этих победителей в генетическую лотерею я не ожидал принести человека в жертву нет принести невинного попугая о да 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 а вот с артефакта дед и трактирчица неожиданно забугутили ибо со слов деда дракон является ключом к аду и именно потому нашему джонатану надо быть осторожным иначе петюшок отвалится а трактирчица так вовсе перекрещивается говорит что огоньки над могилы указывали на закопанные сокровища которые местные жители охотно прятали во время нашествия кровожадных варваров ого значит джонатан не мародер а искатель древних сокровищ я ларкрофт да 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 и да мы уже с вами совсем забыли про ситуацию с помешанным на мосту и правильно сделали ибо решим эту ситуацию еще не скоро исследуем локации дальше доходим до домика у реки где на тот момент обитал один из чуханов дракулы а ну свали от избушки а то придется отвечать подождите-ка я узнал его это же альберто кчурин а ну свали от избушки а то я тебя побью к слову хочу напомнить что под каждого из персонажей данной игры был написан психологический портрет у данной личности эротическая фиксация на своей маме о данную личность сразу видно папа в детстве ремешком попускал а вот тут я вижу выраженное желание глотать кожаные шпаги о а вот это хотя сапога просит тут разбираться нам особо нужды нет лезем на домик на дереве и оттуда джонатан струячат и спрощи по бедным птичкам как уши воняют о валенок с глазами хамелеона отвлекается тем временем наш герой подобрав дубинку оглушает бедолагу он даже не всплыл типа а типа джонатан убил человека ого не я ни в коем случае не защищаю прислужников дракулы но это люто джонатан возможно убил человека просто представьте что джонатан ошибся этот косоглазый на самом деле не служит дракуле а просто не хотел подпускать незнакомца к месту где он рыбу перловкой подкармливал теперь весь улов будет мой тут рядом в бочке еще находим музыкальный инструмент с которого также жидко пукает бабка ибо принадлежит инструмент бугаям а это опасно так как с помощью него чуханы друг другу дают секретные знаки благо дед более адекватный он рассказывает что знает мелодию которую бомжи напевали в эту флейту питера пена наконец-то мы способны выманить того страшного мужчину с моста нашей комнате в таверне с помощью тумбочки добираемся до чердака используем на треноге подзорную трубу и дуем ля как спринтует нечесть бродатый такой бы все нормативы по физре сдал если бы судьба не столкнула его с нашим лондонским кровожадом гляжу на это и думаю джонатан тот еще фрукт обычно в квестах герои просто смекались ты а тут же смекалисты на методы нанесения увечья с поступкой героя кстати очень саканула бабка она порвалась комнату и сказала аня закрываем дверь а то эти озлобленные сорви головы сейчас ворвутся и сломают нам лица за то что на одного из них магическим образом упал знак таверны именно поэтому дверь в здании ныне закрыта а нам же надо теперь вылезать через балкон правда мы хрен залезем назад да и не нужно ведь мы отбираем ключ полумертвого мужика и идем на мост блин а вот мы сейчас ливнем а чё будет с бабкой и дедом вдруг их реально за коллаборационизм попустят но джонатану наплевать на это все что он желает это писечка мины и как вы можете догадаться все накрывается медным тазом мост разваливается а джонатан в попе ну и что это за хуйня остается возвращаться в таверну через дру в балконе с помощью крюка кошки который мы нашли в колодце неподалеку не спрашивайте в таверне джонатану ничего не остается кроме как допытывать местных вопросами и вы не поверите но у них есть ответы на все что мост сломался он не поверишь но старики говорят что где-то должен быть тайный путь до замка да да и пофиг что его никто никогда не находил что мост сломался он не поверишь но мой муж прежде чем скончаться бредила каком-то тайном проходе под землей вот тебе ключ иди отопри шкафчик и почитай его дневник и вы не поверите в дневнике реально говорится про секретный путь который находится в погребе винной бочки именно драконьим артефактом джонатан его и отпирает и тут я пожалуй немного побомблю хотя чисто логически я не должен где-то трактирщица ненавидит прислужников дракулы а тем более не желает чтобы эти злодеи покалечили джонатана но такие они добрые люди но так почему же нам сразу не рассказали про этот секретный путь на ю-моё но это же типа легенда а вот нам надо знать все однако ситуация приобретает еще более юмористические оттенки так как секретный путь ведет в шахты которые частично обвалены в замок мы не попадем но зато выйдем наружу через другой вход в шахте который тоже отпирается уроборсом в итоге мы оказываемся все так же недалеко от таверны и тут вы спросите а в чем тогда смысл чего мы добились а я вам скажу чего мы добились на улице стоит прислужник дракулы тот который с усами и короче он стоит к нам спиной не видит нас и блокирует путь к домику реки мы ничего сделать не можем ибо наш крошат видимо не хочет себе облегчать жизнь а потому с помощью шахт мы оказываемся способны обойти его и зайти в домик с помощью ключ кота выборача вот это я понимаю настоящий квест извилистый нелогичный все как я люблю в домике джонатан входит в лифт ведущий подземлю и спускается а благодаря усачу он спускается гораздо быстрее поздравляю мы в шахтах но на вашем месте я обрадовался не сильно и бы тут джонатан оказывается наедине с собой никаких персонажей никаких диалогов платона чисто джонатан и пустота меня кстати удивляет то как умело джонатан может сломать всю жуткую атмосферу своими неординарными действиями например он абсолютно с нифига взял да чуть не обвалил чертям собачью всю шахту себе на голову тут я кстати минут 20 потратил чтобы понять что делать дальше а надо было мне каким-то чертом понять что это огромную деревяху я могу залутать и вот навести мышечку и пройти потом по доске но не суть важно а важно вот что неожиданно джонатан находит скелета под камнями с помощью в руки лутает какую-то палку и внезапно становится гуттаперчевым мальчиком вы только посмотрите как он ломает законы физики чтоб подтянуться и ухватиться за доски феноменально но это еще не все потом он уточкой катается на вагонетке лутает бочки с топливом и выезжает из шахта и уже снаружи на лютых скоростях становится в позу ищущего майонез и спокойно спрыгивать с вагонетки как ни в чем не бывало вот знаете на месте дракула я бы уже реально калаши с гранатами покупал ибо джонатан и берцами запинать может мы сломаем тебя жизнь сейчас действие происходит на канатной станции именно отсюда можно добраться до замка дракула джонатан снова пользуется дракоша чтобы поднять рельсы похоже это реально какой-то местный мастер ключ от всех дверей механизмов я кстати не уделюсь если у дракула есть жена и с помощью этого ключа можно до ее черемяка добраться пройти по рельсам не дают летучие мыши отгоняющие главного героя видимо мыши прекрасно понимают что за чудовище перед ними стоит однако наш герой джонатан мать его харкер он кидает фонарь в яму где лежит сломанная вагонетка и бочки с топливом все взрывается мыши сгорают в адском пламени а наш герой с легкостью покидает эту местность и мчится в замок и тут я попрошу вас быть максимально внимательными к тому что услышите джонатана взглядом провожу три балбеса которые кстати живы за чьими спинами появляется черный пар от вейпом это дракула и дракула вовсе не собирается ругать троицу что ж наш юный друг мчится в замок вы уверены что драконье кольцо при нем оказывается троицы было поручено сделать так чтобы джонатан вместе с драконьим ключом отправился замок ибо так надо ибо таков план великого дракулы а эти чуханы же за хорошую работу будут вознаграждены ты чё вообще конченый давайте поставим повествование на паузу и немного бумажно подумаем минутка образовательного контента есть разные мнения по поводу методов понимания произведения кто-то копается во всяких интервью и перебирает множество материалов дабы понять что же имел в виду автор кто-то же придерживается мнение более простого и считает что вот как ты произведение понял про то произведение и было я же лично придерживаюсь того что правда всегда находится посередине теперь давайте думать с одной стороны я прекрасно понимаю что разработчики хотели показать что все это на самом деле хитрый план графа дракулы который подобно пауку заманивает свое логово жертву который к тому же на руках могучий артефакт со стороны другой а точнее с точки зрения игрока мы видим что джонатан человек который до этого лично графу глотку перерезал это какой-то очень хитрый гуттаперчевый дотошный психопат что вырубил двоих чуханов достал местных жителей пережил падение в лифте обвалил шахту вырвался из подземелья уничтожил взрывом стаю разумных летучих мышей каких-то и ныне на всех парах в трусах и панамки летит к дракулиной мамке из всего этого мы можем сделать вывод что граф дракула это какой-то необучаемый клинический дурачок чей потолок деятельность это манипулирование кривозубыми крестьянами и слабыми напередок неформалками ну да ладно начинается вторая часть игры мы оказываемся в замке дракулы и можете мне поверить времени мы тут проведем достаточно начнем с того что замок считается заброшенным и вы местные никаких признаков жизни тут не замечали однако я думаю вы уже догадались что это совершенно не так блин я надеюсь тут сейчас не нарусь на какого-нибудь бомжа который на крысичах в уголке давит глину вот я вот в реальной жизни нарвался да и на меня пару раз нарвались гуляя по замку джонатан доходит до какого-то подвала включает там свет и видит это тут кто-то есть не пугайся ох как давно я ни с кем не разговаривала что по первое подумала что ты голос у меня в голове я бабушка сейчас кушаю твою пись эту бабку зовут дурка раньше она служила дракулу бате дракулы да с фантазией в этой семейке туговато джонатан говорит что пришел по душу дракула бабка же заявляет что дракула та еще сволочи гниды ибо отверг ее в духовном и сексуальном плане и оставил здесь томиться плакать и страдать зато граф не отверг трех ее сестер которых поняшивает время от времени бабка очень опечален тем фактом что и вареник не трогат а потом предлагает джонатану помощь в поиске мины которая скорее всего находится где-то замке под присмотром ее сестер и все что нам по сути надо сделать со слов бабки это найти всякие ключевые артефакты и с помощью них добраться до нужного места к слову меня забавляет режиссура данных диалогов платона баба 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 блин если бы я такую бабку увидел в подворотне то заплакал бы убежал бабка открывает нам путь в основную часть замка сама же остается за ее пределами ибо ей туда проход воспрещен а нашего же джонатана ожидает увлекательное приключение ладно это я угораю никаких увлекательных приключений вся сюжетная секция замки представьте чистейшие головоломки приправленные лютым пиксель хантингом мы ходим туда-сюда обнаруживаем комнату которая по моему подозрению предложить драку либо тут какой-то шар хрустальный аж в сундуке брошь драгоценный портрет графа который мы вешаем на стену дракула тут походу хвастался тем что победил в покере но забыл что у него карты со знаками зодиака от некой настольной игры в которую надо кубаны кидать а не фулл хаоса выбивать еще тут какие-то кнопочки а в библиотеке рядом какие-то карты и дырки в стенах но это все неважно ибо джонатан случайно находит письмо от вампира которое предназначено нашему герою и тут готовьтесь ибо сейчас будет отборная трансильванская шиза дракула в свойственной манере насмехается над джонатаном ибо он заманил ее в ловушку и вот-вот с ним расправятся его жены а сам владос взял да уехал в лондон по делам да вы все правильно поняли дракула оставил своих трех жен наедине с сумасшедшим харкером и плюс еще подтравливать его тем что мина тоже в замке так рядом и так далеко джонатанчик ох какой ты лошок пирожок ух я твои мини вялый сливы по губам водил ммм прости если затравил можешь поплакаться мне в ответ на письме по скриптам я недавно поправился всему виной калорийная промежность твоей мамаши то есть дракула реально оставил своих жен наедине с человеком который до этого ему глотку полоснул у тебя чем реально в голове как уська до орешек да такому шагу мы не удивляемся мы помним что владерон древний граф че чсв равно его же слабоумию а потому не паримся на данный момент все что делает джон это решает пару простятки головоломок и лутается на уровне топориста и старков а потом несет все это добро бабки который устраивает лютые колдунства а именно включает шар для гадания восстанавливает какую-то древнюю монетку и по сути все дальше остается решить пистолерные головоломки которые усложнены тем что пару необходимых предметов надо додуматься найти допустим латную перчатку надо удосужиться выкопать из обломков вы об этом сами не догадаетесь я потратил около получаса тыкаюсь туда-сюда пока не сдался не глянул в гайд каюсь но ё-моёх к обломкам надо подойти сугубо с определенной стороны и навести на нужный участок мышку и все ради того чтобы в одной из головоломок нам каменная пасть руку не оттяпала и как бы головоломки то не то чтобы зубодробительные и нелогичные как в каком-нибудь на ворхуде но вот эта нужда прятать предметы в самых неочевидных местах она конечно удручает а где же ключики мне так необходимые дабы я прошел дальше а ключики то вот они и кстати что это за замок такой я этого не понимал в резиках и не понимаю тут архитекторы наверное тут ходили сугубо с такими лицами шутка про головоломку на трусах жон дракулы походу нифига не шутка разумеется в квесте обязаны быть загадки и секретные проходы дабы главного героя жизнь медом не казалось но представьте себе что главного героя нет и дракуле надо попасть в место где на данный момент находится мина наблюдайте надо с помощью ключа дракона открыть тайное место где хранится кинжал кинжал надо использовать как рычаг чтобы открыть секретное хранилище где находится некий ключик и камешек драгоценный уже в библиотеке надо ключик ставить часы часы откроют секретный отсек говродословной дракулы вставляем и тем самым активируем глобус но и глобус же не простой надо с помощью все того же универсального ключика дракончика додуматься на особой карте на тишироты который надо вбить в глобус дабы из глобуса вышла собака с крыльями которую надо ставить кинжал а потом вставить камень и тадам дверь открыта и знаете что к самим разрабам у меня вопросов нет ибо они уже показали что граф дурачок ненормальный не удивляйтесь если у него ради доступа к туалету надо пройти полосу препятствий машинариум найти все страницы валони вейки и отгадать загадку деда фура из форт боярда если хочешь получить ключ отгадай загадку я готов если долго трюкать штангу станешь ты плечистым но если трюкать письку станешь коммунистом ах ты беляк нежно жопы самое что смешное насчет тайного проход так это то что по сути дверь не ведет прям секретное место она ведет в коридор где с помощью рычага может настроить лестницу которую ведет те или иные комнаты одна из комнат это кабинет дракулы это моя приточная в кабинете дракулы находим записки которой граф описал свое знакомство с леонардо да витчи когда да винчи было 17 лет за время знакомства дракулу успел залутать чертежи летательного аппарата который дракулу даже умудрился построить не удивлюсь если при запуске аппарата он взрывается снося половину трансильвании к чертям собачьим в кабинете дракулы кстати имеется головоломка которую я решил тупо наугад тут надо буквы поставить ровно как на данном предмете однако я допер до этого уже сугубо после а потому до этого чисто что тыкался пыркался и все решил случаем на секунду я даже удивился своему уровню разумизма потому что я умный делаю все правильно ни единой ошибки с помощью найденного ключа отсылка на довод мы переключаем этажи и попадаем в место где находим крипту в которой находится амулет который очень нужен стрёмной бабки джонатан его подбирает и опа так вот тяночки уйдите женщины а ну положи амулет а то мы тебя сожрём интересно с ними есть рул тридцать и так нет стоп я в эту ловушку снова не попадусь блин вот смотрю на них и думаю это уже не первый раз когда альтушки выбирают себе партнера какого-то странного древнего скуфа это какая-то тенденция уже тут джонатан оказывается в забавной ситуации это те самые жены вампирши которые должны были ему нос ломать но из-за того что у джонатана на руках имеется ключ драконий они ничего сделать не могут ему а потому решают взять да тупо не давать ему выйти и ждать пока джонатан устанет и уснет план абсолютно гениальный дракула гений я это признаю но он рушится об то что рядом с главным героем находится рычаг от жалюзи солнце попадает в комнату а женщины как и все нефоры видят солнце и свизгом убегают очередная победа разумизма джонатана вместе с амулетом попадаем на другой этаж и тут неожиданно появляется бабка оказывается подобрав амулет мы сняли с нее проклятие дракулы теперь она может спокойно ходить туда-сюда она требует амулет и лишь после она явит жоке его жену мино джонатан чутка мнется но в итоге отдает амулет радуется и выполняет свое слово а именно снимает обоссанную простынь со спящей мины вот я сдержала слово и наконец-то получила амулет но на этом поворот не оканчивается бабка заявляет что уж теперь-то пятюшок дракулы будет только ее когда этого ей принадлежало петюшок дракула а потому она запирает здесь джонатана с миной а сама отправляется дожидаться возвращения хакали и вроде бы ну обидно чё да бабка предала нас но не забывайте что мы находимся в замке котором обитают сугубо убогие и слабоумные бабка заперла джонатана в башне где находится арникоптер летательный аппарат да винчи красавчик открывает дырень в башне и взяв минус спокойно готовится к отлету конечно ему пытаются помешать бабы но на абсолютных гигачадочек отбивается от них и улетает напоследок он говорит что как доберется до лондона набьет дракуле физиономии и игра заканчивается что серьезно это конечно классный клиффхэнкер но блин а сколько всего у игры частей как долго это будет длиться честно говоря если вы досмотрели ролик досюда то вы заслужили медаль за бездарно потраченное время квест честно говоря не самый лучший да и сюжет тут больше берет не качественно шизовыми катсценами и придурковатыми персонажами но и это самое обидное мне действительно интересно что там будет дальше и какой бред будет происходить уже в самом лондоне если мы вообще в лондоне будем но я на самом деле очень сомневаюсь что вам реально это захочется вы только вдумайтесь какой это будет уровень терпения если мы пройдем все части этой шизоватой истории про дракула вы только вдумайтесь что будет если по этой игре появится rule 30 чита хватит а на сегодня все мои дорогие друзья не прощаемся ибо еще увидимся